В Южном округе в ночь на пятницу в автокатастрофе погиб 22-летний молодой человек. Хонда-Аккорд, в который он ехал на переднем пассажирском сидении, врезалась в столб в финале продолжительного заноса. Иномарка врезалась в препятствие бортом, именно той стороной, с которой сидел юноша. Крушение произошло у спортивного переулка около жилкомплекса «Парус». На этих кадрах полицейские рабочие выламывают искореженную дверь автомобиля, чтобы вытащить умирающего. Молодой человек еще был жив, но находился без сознания. Его в срочном порядке перенесли в реанимобиль, где врачи попытались вывести пациента из угрожающего жизнесостояния. Травмы оказались слишком тяжелыми. Молодой человек к приезду в стационар был мертв. Выживший участник поездки 23-летний хабаровчанин оказался травмирован куда легче. У него медики диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Травмы характерной для удара рулевое колесо. Тем не менее, пострадавший заявил, что машину не вел. Это единственное, что смогли от него добиться полицейские. Отвечать на какие-либо вопросы он отказался. ДТП случилось на глазах у множества людей на совершенно пустой дороге. Вообще прямой дороге никто не мешал. Ну они пьяные, по-моему, я не знаю. Резко перевернули машину. Вот столб был перевернут. Мы побежали его спасать. Молодежь понабрала по объявлению прав. Хонда Аккорд мчалась по шоссе в направлении центра города. Через минуту лихач должен был упереться в мобильный полицейский пост, стоящий у подтопленного участка дороги в районе Затона Рэпфлота. Разбился он раньше, не справившись с управлением. Скорость машины была большой. Юзовый след составил 21 метр. Выбегавших из иномарки людей никто не видел. В машине ехали только два человека. Личность необщительного пострадавшего полицейские установили. 23-летний фигурант уже был дважды лишен водительского удостоверения за отказ от освидетельствования и нетрезвое вождение. Пьяным он был и в этот раз. С места происшествия Ирина Орлова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.